МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне было 30 лет, когда я полностью ослеп. Врачи, в принципе, в МНТК микрохирургии Глазова-Фёдорова, мне говорили, что не всё потеряно, возможно, ещё попробовать провести ещё ряд операций. Я им задал один-единственный вопрос. Вы гарантируете, что будет положительный эффект? Что я не останусь у вас на операционном столе в виде овощей? Мне сказали, что гарантия даёт только Бог. Я сказал, ну, с Богом я проживу и без вас. Сергей Филатов, чемпион России по плаванию на дистанции 100 метров брасом, двукратный серебряный призёр чемпионатов страны по лёгкой атлетике и плаванию, многократный победитель и призёр окружных и областных соревнований спортслепых в дисциплинах пауэрлифтинг, лёгкая атлетика, плавание, шахматы и лыжные гонки. На сегодняшний день, будучи судьёй первой категории по шахматам, с лицензией ФИДЕ подал документы на оформление всероссийской категории и статус международного арбитра, ведёт активную общественную деятельность, являясь членом общественной палаты Югры 6-го созыва. Когда человек теряет зрение, он теряет до 100% друзей. То есть те друзья-приятели, которые были в прошлом, не то, что они отвернулись, но как-то так в жизни получилось, что они отошли в сторону. Другие интересы, другие возможности, а у кого-то вообще возможности нет. И поэтому на первом этапе эта семья. Семья поддержала, скажем так, не дала до конца упасть духом. А потом в революционный центр, потом в спортзал. Я через два месяца стал ходить в тренажёрку и в бассейн самостоятельно, уже без каких-либо сопровождающих. Очень часто спортивные вот эти вот направления, спортивная деятельность является стартовой площадкой, где человек начинает верить в себя. Он убеждается, что он может чего-то, и что инвалидность – это не ограничение, а это один из нюансов, которые существуют в его жизни. И после этого он просто-напросто, целенаправленно, плотно начинает двигаться вперёд. Инвалидность, вот слепота – это та грань, которая, скорее всего, обострила, более жёстко высветила те черты характера, которые были. И возможно, что на общественном поприще, в той же спортивной деятельности я не достиг бы тех результатов, которые вот сейчас у меня имеются. Поэтому, когда я смотрю на того же Виталия Телиша, нашего, сургутянина, тотально слепого, когда он только слеп и пришёл к нам, и мы тут же сориентировали его, решили организационные вопросы, и он стал заниматься там вначале лыжами с Лукьяенко, потом лёгкой атлетикой. И сейчас мастер спорта международного класса входит в состав сборной России, участвует в международных соревнованиях, придёр в международных соревнованиях. То есть, молодой парень и добивается, скажем так, поставленных для себя целей, ну вот он поставил на сегодняшний момент себе цель добиться определённых результатов спорта. И он прёт, как танк. Он пашет, он пашет в том же спортзале, он пашет в поле, он толкает, он метает, он бегает, и у него есть результат. В первую очередь, всё зависит от мотивации. Если человек считает, что ему это нужно, то он этого добивается. Если он не замотивирован на какие-то действия, на какие-то поступки, то как не создавая ему условия, как не формирует доступную среду, создавая льготные какие-то варианты получения образования, работы и тому подобное, человек не будет шевелиться. С этим уже столкнулись. И наблюдаем это неоднократно, как в общественной организации, так и вообще по жизни. Я в своё время, когда стал заниматься спортом инвалидов, в конце концов поставил себе одну из задач – выполнить норматив кандидата-мастера по плаванию. Выиграв чемпионат России, я добился этого. Я из бассейна вылезти. Меня просто подняли за руки, вытащили, занесли в душ, посадили, и я минут 15 сидел под душем, просто-напросто восстанавливался. Выложился полностью. Сил не было вообще никаких. И эмоций никаких. Потому что, когда объявили результат, что я выиграл, что я чемпион, внутри полная пустота. Вот полностью выложился. Эмоции появились, когда я встал на пьедестал и заиграл гимн России. В 2018 и в 2019 году я участвовал в забеге «Стальной характер». Это экстремальный забег. Из наших ребят, из слепых, пока только я один участвовал. В этом году моя задача была пробежать с сыном и с его друзьями. Пробежал 5 километров по пересечённой местности, в Нижневартовске, по болотам, по поиск грязи. Скажем так, довольно интересно было в том числе и понять собственные резервы, насколько ты можешь это сделать. А другой момент. Я очень дорожу мнением своих детей. И поэтому мне хочется, чтобы мои дети не стыдились меня вследствие моей инвалидности, а могли с гордостью говорить, вот это мой отец. У меня была такая ситуация в жизни, когда в 2006 году я пришёл на тренировку в бассейн, а в это время мой сын закончил тренироваться со своей группой, и вышли они из бассейна переодеваться, и в раздевалке слышу голоса вот эти. Один другом говорит, вон, смотри, слепой идёт. И тут слышу голос моего сына. Это мой папа, он чемпион России. Я как раз перед этим выиграл чемпионат России. И мой сын это сказал с такой гордостью. Внутри аж защемило что-то. Конь G8, F6. Слепые спортсмены имеют следующую специфику. Во-первых, они имеют право трогать все фигуры на доске. Как свои фигуры, так и фигуры соперника. После того, как они передвинули фигуру, они должны объявить аннотацию хода, и только после этого переключать часы. Единственные, скажем так, нюансы – это специализированная доска. В центре каждой из клеток имеется отверстие, куда вставляется фигура. А чёрные клеточки имеют чуть-чуть приподнятое состояние. А сама фигура имеет ножку. Которая вставляется вот в этот отверстий. Различие между белыми и чёрными фигурами происходит по единственному моменту – это ёбочка у основания фигуры, которая очень хорошо прощупывается на ощупь. Самая интересная фигура в шахматах – это конь, который ходит буквой Г, и который может перепрыгивать на своём пути через фигуры, стоящие у него на пути. В шахматах есть баланс. Если ферзя запрограммировать на функционал всех фигур – и ладьи, и слона, и коня, то тогда никаких ограничений не будет. То есть конь, на мой взгляд, это фигура, которая компенсирует преимущество любой другой фигуры. Чем хороши шахматы в процессе реабилитации слепого человека? Научился неплохо играть в шахматы. Понимаешь расположение фигуры на доске в микропространстве. Понимаешь механику движения. Соответственно, накопив определённый опыт, ты это сможешь применить в процессе передвижения по улицам. В настоящий момент я возглавляю две региональных организации. Федерация спорта слепых, которая была создана в 2017 году, и региональную общественную организацию инвалидов по зрению «Тифлопуть». Мы её создали в 2008 году. И у нас довольно жёсткая политика. У нас в организации не так много народу. Но когда к нам приходит новый человек, если первые вопросы, а такие бывают и довольно часто, а что вы мне дадите, если я вступлю в вашу организацию? Мы ему говорим, вы пришли не по адресу, мы вам ничего не дадим, до свидания, и всё. Мы можем, скажем так, помочь человеку поверить в себя, дать какие-то ориентиры, помочь решить административные какие-то проблемы, организационные, но решать собственные проблемы человек должен сам. Должен учиться этому, и мы можем его научить каким-то вещам. Но если ты живёшь, и ты хочешь жить полноценно, самостоятельно, то и проблемы ты себе создаёшь сам, следовательно, и решать ты их должен самостоятельно. Довольно хорошие психологи проводили с нами психотрейнги в институте Реакомб и пытались донести две аксиомы. Первое – никто никому ничего не должен, и после запятой в этой фразе звучит, есть ли не созданы какие-то предпосылки для этого. И вторая аксиома – это никто ни в чём не виноват, кроме самого себя. Это вот два основных момента, от которых я стараюсь отталкиваться. Я лично могу один поехать в Москву, в Тюмень, в Тобольск, в Хантамансийск, без сопровождающих. И, в принципе, да, бывают определённые затруднения, но сказать о том, что я нахожусь в безвыходной ситуации и не могу обойтись без помощи посторонних, ну, такое очень редко бывает. Скажем так, я удовлетворён теми результатами, которые у меня есть. Да, хотелось бы больше. Хотелось бы сделать чего-то лучше. Идеала всё равно не достичь, но стремиться к нему всё равно нужно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...